Победы следующие. Друг претендент на победу общую сегодня. И четыре победы, которые были у иранца. 5-4, 5-3. По дополнительным показателям он победил Армана Еремяна. Между прочим, мой Еремяна, я вам рассказывал, армянин, который решил возможности увидеть в полуфинале, а может даже и в финале, в будущем двух российских хэквондистов. Одного из лидеров мирового сезона, второго в мировом рейтинге Барнаульца Альберта Гауна. Он победил в 1.16 финала, а раундом раньше в 1.32 превратил в зрителя, представителя карельской школы хэквондора, россиянина Антона Каткова. Оба наших хэквондиста – это призеры последнего чемпионата мира в Мексике. Гаун серебряный, Катков в том же весе бронзовый. Так что сегодня без медали. Мы рассчитывали, конечно, на то, что кто-то из двух наших сильных парней попытается попасть на подиум, но не вышла. Очень большая конкуренция, учитывая, что топовый состав участников, а это гран-при. Фактически, это, друзья, репетиция олимпийского турнира. И, кстати говоря, это репетиция олимпийского турнира не только для хэквондистов, но и для зрителей. Ведь умение переживать, сопереживать, понимать хэквондо есть далеко не у всех фанатов. И здесь в Манчестере это эталон того, как это должно происходить, как это делается. 0-0. Первый раунд стартовал. Кук против Хадобахши. Кук не ожидал. Со спины уже был этот удар, но все по правилам. Еще один хороший удар, но и он засчитан. Смотрите, все верно. 2-0. Развивает свой успех Хадобахши. У Кука пока ничего не получается после того, что он сделал в полуфинале суперударом, выиграв всего одним ударом, и это был нокаут. Он победил немца Гуэллича. Но сейчас того Кука мы не видим. Ничего не получается у Айрона. Британцы переживают. За Кука, конечно же, сейчас обмена ударами и 1-1. Здесь сошлись ноги, что называется. Слава Богу, без травмы. Не было накладки, но 3-1. По-прежнему разница в 2 очка. И есть перевес на стороне иранца. И есть, кстати, у Кука одно предупреждение. Вот я не заметил. 2-3 сокращает Кук. Да, сумасшедший первый раунд. Я думаю, что это лучший финал сегодняшнего дня. Но было понятно еще перед его стартом, что так и произойдет. Все-таки оба очень атакующие ткакландисты. В первую очередь касается Кука. Он уступает 2-3, но счет его не волнует. Мы помним, что он проигрывал 0-3 иранцу, и немцу в полуфинале. Не выиграл тот полуфинал. Кука. 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 Нюсмейкер дня этой субботы. После победы в весе до 58 у мужчин сейчас может случиться еще одна золотая медаль. Уже в весовой категории до 80 килограммов. В данном случае до золота чуть-чуть остается Хадабахши, одной из самых опытных в иранской сборной. Четыре очка много, много. Большое преимущество у Хадыбахши сейчас. Потому что в мировом рейтинге Кук идет на первом месте, причем давно и очень уверен. А его соперник Мехди Хадыбахши лишь десятку первую закрывает. Вроде бы есть даже какая-то пропасть в рейтинге между финалистами, но ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Хадыбахши полностью контролирует ситуацию и абсолютно заслуженно выиграет. Причем с очень большим и крупным счетом. 7-2. Так. Кук своим делом любимый занимается. Бьет вертушками с разворота. Полчаса назад иранец. Чуть не на носилках ушел иранец-немец. После нокаута. И сейчас под такой сокрушительный удар чуть был иранец не попал. Был удар с разворота в прыжке со стороны Хадыбахши. Но после приземления он точно не ждал, что так быстро выйдет из защиты Кук и проведет свой удар с разворота. На повторе, я думаю, сейчас нам покажут. Там буквально сантиметры спасли иранца от сокрушительного удара со стороны соперника. Кук, конечно, мастер таких дальних и очень хлестких ударов с разворота ногой по голове. Но 2-8. Как бы красиво все не умел делать Кук, он проигрывает и очень много проигрывает. Вот здесь иранец с разворота пытался ударить. И смотрите, что делает Кук. Из левой стойки сейчас будет бить с разворота. Вот иранец поднимает ногу и не готов он к тому, что делает Кук. Смотрите, хоп. Сантиметры. Сантиметры спасли. Мало того, что это было бы 3 очка. Это могло опять же закончиться техническим нокаутом и досрочной победой. Вот какой Аарон Кук, а? Великий мастер. Надо его приглашать в Голливуд, во все боевики. Чтобы он там в американских фильмах снимался, рейтинг будет зашкаливать. Конечно, такие прыжки, такие удары. Что-то невероятное. Итак, 2 минуты есть у Кука, чтобы спасти ситуацию. И спокоен. Смотрите, как иранец. Да, пропустил удар. До этого чуть было два же не пропустил. Но очень адекватно, хладнокровно работает. Не поддается на эмоции. Да, Кук просто в ударе. Кук просто на кураже работает. В голову не попал. В корпус точно был 4-8. А сейчас еще на повторе будет видно, что и до головы дотянулся. То сократит до минимума отставание Кук от Хадебахши. Будет 7-8. Сейчас надо проверять. Великий мастер Айрон Кук. Очень много документальных фильмов. Можно их в интернете найти. Снято с участием Кука. Про то, как он тренируется. Как вот такие движения отрабатываются. Такие прыжки нет. До головы не дотянулся. В плечо ударил Кук. Зря он скидывает руку. Никаких трех баллов здесь нет. И в помине. Так вот, рассказывает, сколько в зале проводит, чтобы улучшить свою прыжковую подготовку. Ведь одно дело уметь поднимать ногу и хлестко бить. А еще пытаться это делать в прыжке и с разворота. Как бьет и работает в показательной команде. В сборной команде Великобритании Айрон Кук. Он работает в команде в показательных выступлениях, где разбиваются доски. Где в прыжке разбиваются яблоки. Очень интересные фрагменты. Обязательно, если будет желание, посмотрите. В интернете есть это видео. 5-10. Вроде как и рядом. И вроде как и далеко. Кук от Хадабахши. Тем более сейчас вновь до 6 очков увеличивается. Перевес до 7. Теперь уже пользуяранца. Справа-справа пропускать начал Кук. Но все, он в голову хочет попасть. Не любит бить в корпус. Вот парень, а. Непоседа. И такой настырный. В этом есть сок. И в этом есть какая-то правда. И это есть настоящие эмоции и экстаз для болельщиков. Действительно, такие бои в Тхаквандо это просто лучше не придумаешь. Это то, наверное, за что можно вручать Нобелевскую премию. Кук Хадабахши. 7-12. Результативный финал. Звонкий, красочный. Предупреждение, которое получает сейчас Хадабахши. В обществе 3 очка теперь в его преимуществе. Теперь 15 секунд. Нужно один точный удар в голову. А это Кук как раз и любит делать. Получится или нет? 10 секунд. Кук бежит. Уже даже не бьет в корпус. Вытесняет Хадабахши. Еще одно предупреждение. Но на предупреждениях далеко не уедешь. Не хватит физически. Просто времени. Куку нужно попасть в голову. Соперник выше. Дотянуться тяжело. Только в прыжке это можно сделать. Сейчас Хадабахши сделал все верно. Уклонился, получив второе предупреждение. Но этого достаточно. Уклонение. Это минус балл. Будет и 13-11. Но два очка-то. Где их набрать? Да, будет удар в голову. Будет победа. Но это фантастика. Не успевает Кук. Но дарит нам незабываемый финал. Вместе с иранцем Хадабахши. Сборная Ирана мы поздравляем с тем, что они выиграли два финала из двух. Две золотых медали. Сборная Ирана после двух дней соревнований здесь в Манчестере на третьей серии этапа гран-при выходит на чистое, неналичное первое место. Вполне оправданно. Эксперты ждали прорыва. Здесь в Манчестере от Ирана он и случился. Ну а Кук, что не бой, все суперэмоции. За это его поддерживают здесь в Великобритании. Один из лидеров современного Тхэквондо. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА